У перрона ярко-красный тепловоз. Ждет он отнюдь не пассажиров, ведь это пожарный поезд. Он состоит из нескольких вагонов, цисцерны, которые перевозят 146 тонн воды и пены, и платформы для размещения спецоборудования. Готовность пожарного поезда оценили глава регионального минлесхоза Алексей Веселов и начальник УМЧС России по Самарской области Олег Бойко. Также они осмотрели 17 единиц пожарной, спасательной и инженерной техники, два плавсредства. Позади меня лесопожарный катер. Он поступил по нацпроекту в 2020 году и уже принял участие в тушении пяти пожаров. Все преимущественно на островах Волги. Он оснащен мощным насосом. Вода из реки подается в лафетный ствол. С его помощью можно тушить возгорание, находясь прямо на борту. Также, благодаря национальному проекту экология, в прошлом году приобрели 21 единицу лесопожарной техники, 324 единицы пожарного и 25 лесохозяйственного оборудования. Мы сегодня видим, что техника, приобретенная в рамках национальных проектов, она стоит в строю. Вот она здесь и готова к новому противопожарному периоду. У нас укомплектованы наши лесники пожарной техникой на 95 процентов. Даже это выше норматив, чем у Российской Федерации. Здесь нужно сказать огромные слова благодаря нашему губернатору Дмитрию Ильичу Азарову. Большое внимание уделяет этим вопросам. Сегодня мы даем положительную оценку готовности наших подразделений. Территориальная подсистема к выполнению задач «Паводкоопасный период» и «Пожароопасный период готовы». Прошлый год показал, что проведенные мероприятия по слаживанию и по проверке готовности были сделаны правильно. Мы смогли одномоментно тушить несколько крупных пожаров из-за тяжелых погодных условий. Вопросы экологии находятся под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Природоохранная деятельность – одно из приоритетных направлений в региональной политике. В 2022 году планируют заготовить более 6 тонн семян лесных растений, вырастить посадочный материал свыше 5 миллионов штук, а также приобрести 5 единиц лесопожарной техники. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.